Кого хочет вызвать на бой-реванш премьер Канады Джастин Трюдо? Кому решились бросить вызов женщины Пакистана? И что скрывает хранилище судного дня? Об этом и не только в нашем обзоре. Премьер Канады Джастин Трюдо вызвал Чендлера на бой-реванш. Недавно актер Мэтью Перри, известный по роли в сериале «Друзья», рассказал, что они с приятелем в детстве били будущего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В своем твиттере Трюдо ответил, «Я подумал об этом, как насчет матча-реванша?» Чендлер вызов не принял. Думаю, я пас, сэр. Учитывая, что сейчас целая армия в вашем распоряжении. Дерзкое ограбление в Новой Зеландии. Две картины 19 века были украдены из художественной галереи города Окленд. Воры разбили стекло и таким образом пробрались внутрь. Ранее портреты вождя племени Маори и его жены оценили в 1 миллион долларов. Великий кормчий ушел с молотка за 12,5 миллионов долларов. Это портрет Мао Цзэду на кисти Уэнди Уорхола. Полотно продали на аукционе в Гонконге. Имя покупателя пока держат в секрете. Известали, что это частный коллекционер из Азии. Этот портрет – одна из ранних работ Уорхола. Художник написал его в 1972 году, когда отношения между Китаем и США стали налаживаться. Бросить вызов господству мужчин в Пакистане решили с десятки женщин. Для этого они организовали женский велопробег. Девушки называют себя новым поколением феминисток Пакистана. Молодые женщины в этой преимущественно мусульманской стране часто сталкиваются с ограничениями в общественных местах, кафе и даже магазинах, а также при трудоустройстве. Поэтому даже велопробег – это уже маленькая победа. В Норвегии создали специальное хранилище судного дня. Библиотека на острове Шпицберген способна выдержать глобальный катаклизм. Там будут храниться книги, документы и информационная база на случай какой-то вселенской катастрофы. Мировой арктический архив построен в скале и открыт как для правительств, так и для различных исследовательских центров. Представители любого государства могут загрузить какой угодно контент на серверы хранилища. На сегодняшний день любезностью норвежцев воспользовались только Бразилия и Мексика. Китай обеспечит все население Земли доступом в интернет. В Поднебесной планируют запустить 156 малых спутников, которые будут находиться на орбите на высоте 1000 километров от Земли и таким образом обеспечат спутниковым интернетом весь мир. Небольшие, но мощные космические аппараты, как ожидается, обойдутся совсем недорого. Китай планирует быстро наладить серийное производство сателлитов и в случае необходимости произвести замену вышедших из строя.